После того, как сделка одобрена правительственной комиссией, продажи завода Volkswagen в России ничто не должно помешать. В качестве покупателя называется Avilon – компания, торгующая автомобилями. Однако, по мнению немецких экспертов, Avilon – некий промежуточный вариант. «Этот покупатель – скорее подставное лицо. А затем компания или производственные мощности перейдут в другие руки. Было бы вполне реалистично предположить, что они отойдут Горьковскому автозаводу. Или что предприниматель Зигфрид Вольф, который работает с газом, или олигарх Олег Дерипаско, который частично им владеет, будут использовать эти новые мощности». Сам Volkswagen комментирует сделку весьма скупо. «Концерн Volkswagen находится в процессе продажи своих долей в компании Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге с более чем четырьмя тысячами сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору. Источник Volkswagen». В СМИ также курсирует версия, что производственным партнером Avilon может стать китайский автопроизводитель Cherry. Возможно, это и есть конечный приобретатель. Но как на конвейере, спроектированном под выпуск автомобилей Volkswagen, наладить производство машин китайской марки? «Проще будет вытряхнуть все оборудование, вагонами привозить готовые машины, накачивать им колеса и где-нибудь наклеечку приклеивать сделано на заводе Volkswagen и просто считать, что они теперь российской сборки. А поскольку они российской сборки, это позволяет им принять участие в тендерах на госзакупках для того, чтобы пересадить чиновничий аппарат России, поскольку по тендеру о госзакупках ты все-таки в первую очередь обязан покупать сделанное в России, например, Cherry». В марте активы в Калужской области неожиданно оказались под арестом из-за иска, который подал Горьковский автозавод. Некоторые наблюдатели посчитали эту ситуацию крайне удобной для Volkswagen. Концерн таким образом мог избежать продажи завода в России и при этом не понести репутационных рисков. Но уже в начале апреля арест был снят. По мнению Сергея Асланяна, все это могло иметь политическую подоплеку. «После очередного совещания в Рамштайне, после нескольких резолюций ЕС, после выдачи Путину гагарским трибуналом ордера на арест, стало понятно, что ни в коем случае с Россией нельзя иметь никакого дела. И переиграли. Тут же Горьковский автозавод чуть-чуть стал слабее, менее зубастым. Суд по какой-то причине вдруг внезапно начал принимать свои собственные решения, а не по телефону. И в результате сделка разрешена, и Volkswagen из России ушел». А что думают в Германии по поводу перспектив возвращения продукции Volkswagen на российский рынок и возобновления производства? «Нам нужно время после Путина. Время, когда мы сможем по-новому выстраивать наши отношения с Россией. Но их невозможно выстраивать с такой системой, как сейчас. Поэтому я не вижу никакой возможности для Volkswagen вернуться в Россию в ближайшем будущем. А сейчас этот завод можно продать. Поэтому я думаю, что решение о продаже для Volkswagen весьма разумное». Перед этим, похожим образом, из России ушел Мерседес, продав свой завод в Подмосковье минувшей осенью другому автодилеру компании «Автодом». Но, по мнению экспертов, возобновить производство Мерседесов там тоже вряд ли удастся. Так что единственными иномарками на российском рынке теперь, вероятно, станут китайские автомобили.